На приобретение или на строительство жилья для детей-сирот у нас в этом году почти 500 миллионов рублей, 494, если быть точным, и 326, совершенно точно вы сказали, 326 квартир, домов мы должны приобрести. Занимаются у нас этим муниципалитеты, то есть есть четкое понимание, какой дом для кого строится или какая квартира для кого приобретается. Не просто пошла эта программа в этом году, но точно мы ее завершим. Я объехал, наверное, все 326 этих домов, ну или там почти все, может быть, они все в высокой стадии готовности, либо уже готовы. 7 муниципалитетов у нас полностью закрыли на этот год эту программу и со своей задачей справились. Самая сложная ситуация была, я верю, что уже мы вышли из этого кризиса, была в Белгороде. Потому что у нас на двух территориях выходили жители, вставали перед трактом и сказали, мы сюда детей-сирот не пустим. Мы не хотим, чтобы рядом с нами жили дети-сироты. Вот так. Да. Ну, я думаю, наверное, причина тому несколько, может, отставшим, может, некорректное представление об этих людях. Ну, во-первых, мы же понимаем, что старше 18 лет, в первую очередь, это раз. Во-вторых, сегодня это 99% совершенно социализированные люди, которые жили там в семьях с опекунами, еще в каких-то совершенно нормальных условиях. Я не знаю, откуда у людей такое предвзятое отношение, но еще раз повторюсь, что две площадки, мы были выбраны в городе Белгороде для строительства домов, и от обеих площадок пришлось в конечном итоге отказаться, потому что с жителями договориться не удалось. Городской администрации, да. Либо была расторговка, очень, а вы нам сделаете за это вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, ну, извините, это так. Сделать нам вот то-то, то-то дорогу, свет, там, то, чего там мы очень-очень хотим, тогда мы согласимся. Ну, по всей видимости, город принял решение, что, наверное, не совсем правильно вступать в такие торги, все-таки это же, ну, это же, там, дети, дети-сироты, которые, в общем-то, они так в своей жизни не терпелись. Но, тем не менее, площадки найдены, дома строятся, они в конечной стадии своего строительства, везде уже отделка идет, благоустройство территорий, поэтому я уверен, что все 326 детей свое жилье в этом году получат.